Приветствую на канале How to Spain. Меня зовут Виктория Белякова. Я автор этого видеоблога, а также основатель проекта How to Spain. Это проект об Испании для иностранцев. Также я официальный представитель языковой школы в Валенсии, которая называется Испания. И сегодня хочу поделиться отзывом моей сокурсницы Натальи об этой школе. Я также учусь в школе Испании, поэтому могу поделиться с вами личным опытом в моих следующих видео. А сейчас встречаем Наталью, которая переехала в Испанию в 47 лет по студенческой виде и выбрала для себя и для своего супруга именно школу Испании. Почему она это сделала, какие были ожидания и какова оказалась реальность, смотрите в отзыве Натальи. Для начала хотелось бы познакомиться. Я Наталья, мне 49 лет и мы с мужем уже 3 года учимся в школе Испании в городе Валенсия. Когда мы выбирали город, мы подумали, что Валенсия в принципе город неплохой. Ни большой, ни маленький, немножко провинциальный и не такой суматошный, как Барселона, не такой чопорный, как Мадрид. Но в общем-то это город, а не поселок и не маленький городочек. В поисках школы мы нашли видеодневник ребят, которые отучились в этой школе и сейчас они агенты этой школы. Мы смотрели все видео, вне зависимости от того, это видео о школе или о Валенсии, или о каких-то жизненных бытовых моментах. И в общем-то по какому-то размышлению мы решили обратиться к ним с вопросом, могут ли они нам помочь, потому что они агенты. Просмотрев огромное количество школ даже в той же самой Валенсии, мы пришли к выводу, что Испания нас устраивает лучше всего, потому что ее отношение к ученикам, ее отношение учителей между собой, учителей к ученикам, к системе обучения, к этому всему. В общем, все это внушило нам доверие, и мы решили обратиться именно к этой школе через агентов непосредственно. Хочу сказать, что мы были счастливы, потому что мы не испытали ни чувства неловкости, ни чувства смущения. Учителя все очень дружелюбные и умеют разрешать и конфликтные ситуации, которые неизбежно возникают, если в классе собирается 10 человек разных национальностей, разных стран, разных религиозных конфессий и разного образа жизни, например, мусульмане-израильтяне, русские, украинцы, японцы, китайцы. Все это вызывает некоторые вопросы, но на деле выясняется, что учителя идеально умеют все конфликты разрешать, умеют разговорить любого ученика и повернуть разговор так, чтобы он не травмировал никого из присутствующих, потому что люди не всегда думают, что кого-то могут обидеть их высказывания или какие-то рассказы о прошлом или о том, что происходит в их стране. Забавно, что когда мы выполняем письменное задание, а письменных заданий в принципе достаточно много, особенно на начальных уровнях, потому что учителя пытаются задействовать все способы восприятия, все способы запоминания, то во время написания письменных заданий в тишине, относительно тишине, конечно, слышны в разных местах школы взрывы хохота, и в общем-то это лучше всего характеризует эту школу. Учение, учеба должна приносить удовольствие, она не должна быть ни в тягость, не должна быть ни наказанием, это должно быть удовольствие, ведь мы приезжаем учиться уже довольно взрослыми и принимаем это решение самостоятельно, поэтому нагружать себя лишний раз какими-то вещами, которые тебя смущают или тебе не нравятся, или ты пытаешься себя заставить, это в общем-то лишняя история в этом случае. Коротко об обучении. Каждый курс состоит из трех частей. Первая часть – это упорно-грамматические правила, письменные задания, которые закрепляют эти грамматические правила, и расширение словаря. Вторая часть – это, она начинается приблизительно с второй части уровня, это развитие речевых навыков, огромное количество новых слов и закрепление, закрепление, закрепление грамматики. И в конце курса дается маленький такой крючочек на следующий курс. Вы начинаете знакомиться с более сложной темой, но в ее облегченном варианте. И вы уже себе приблизительно представляете, что вас ждет в начале следующего курса. Кроме всего, школа сертифицирована для приема экзамена Дели, который очень важен для тех, кто хочет поступить, учиться дальше, сдать экзамен профессиональный, амалогировать свой диплом и продолжать свою жизнь дальше в Испании. И школа аккредитована для подготовительных курсов к экзамену Дели. Что это значит? Это значит, что в течение месяца у вас будет очень плотный график занятий по 8 часов в день, и вас будут напаковывать, напаковывать, напаковывать грамматикой того уровня, который вы хотите сдать, грамматикой и словарем. Потому что чем выше ваш уровень, тем больше требований к грамматике, разговорным навыкам и словарю. В школе, кроме всего прочего, кроме обучения, есть еще свободное время, естественно. Школа здесь не бросает своих студентов, она организовывает все нужные экскурсии, конкурсы, пляжный волейбол, походы в кафе, походы в пивные пабы. То есть, в принципе, скучать, обучаясь в этой школе некогда. Если вам нравится общественная жизнь, вам нравится социальный движ, я не знаю, как это сказать. Это очень интересно, и, в принципе, это тоже расширяет ваши возможности, потому что у вас есть возможность общаться с людьми других национальностей на испанском языке, который вы учите, и они учат. Поэтому, в общем, мы не ошиблись, и эту школу мы можем рекомендовать, потому что это именно то, что мы искали, и, скорее всего, лучшей школы я бы и не нашла, даже если бы подбирала. Спасибо за просмотр!